В нашем эфире политолог Игорь Челенко. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Добрый день, приветствую вас. Давайте начнем с темы, что Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности. Об этом накануне объявил президент Владимир Зеленский в Одессе. В такого рода документах, как мы знаем, есть и финансовая, и военная помощь, и то, что эти страны говорят о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. Что мы можем получить от Греции? Ну, я все-таки бы хотел бы увидеть текст, когда его подпишут, поскольку с каждой страной это абсолютно уникальный документ. Но, тем не менее, определенно в этом документе будет зафиксировано, во-первых, то, что в случае будущей агрессии Греция выйдет на консультации в течение 24 часов, в случае такой будущей агрессии. Конечно же, вопрос, например, замораживания российских средств, то, что эти средства не будут никоим образом отданы Российской Федерации до момента компенсации всех убытков Украине. Ну, конечно же, в этом договоре, я думаю, что, скорее всего, мы увидим поддержку европейского и евроатлантического курса Украины, увидим то, что будут расписаны, например, темы сотрудничества в киберсфере, в вопросе, например, разведывательных данных. Ну, на самом деле, мы должны понимать, что Греция, она на сегодня очень цена Украине с точки зрения нахождения в этой стране ряда вооружений советского образца, которые сейчас будут передаваться Украине вместе, в так отряда с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты компенсируют, Греция передает. Это и комплексы С-300, это ряд бронетехники и много боеприпасов артиллерийских в том числе. Поэтому это еще один аспект. Плюс, конечно же, обучение наших летчиков F-16, то есть авиационная компонента. Таким образом, я думаю, что будущее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, оно будет не менее интересным, чем те, которые уже подписаны на данный момент. Сейчас одна цитата. «Сегодня важно быть крепче, чем в первый год войны в Украине». Это заявил Зеленский там же, в Одессе, и сказал, что те, кто устал от войны, пусть приедут в разрушенный Спасопреображенский собор. И еще раз процитирую. «Помолятся за то, что войны нет в их государствах, помолятся за Украину». По-вашему, кому президент адресовал эти слова? Ну, среди европейских стран сейчас есть ряд так званых миротворцев. Ну, вспомни того же премьер-министра Орбана с Венгрии, либо Роберта Фитца со Словакии. Последние крайне возмущаются тем, что итальянцы забирают САМПТИ систему со Словакии и передают ее Украине. Ранее тоже было передано комплексы С-300 Украине. И удивляются, почему так. Это же стратегически сейчас открываются фактически бреши в стратегии защиты Словакии. Ну, на самом деле, президент Украины четко показывает, что на самом деле непосредственно поддержка Украины сегодня защищает европейские страны от распространения этой российской чумы агрессивной на новые фронты. Мы же знаем, что планируется и открытие второго фронта. Поэтому, чтобы этого не допустить, конечно же, нужно усиливать поддержку Украины тут и сейчас. Кстати, по поводу Орбана. Он же завтра во Флориде должен встретиться с Трампом. И в Мид-Венгрии заявили, что премьер венгерский будет обсуждать с кандидатом в президенты США окончание войны в Украине. По-вашему, о чем могут говорить политики, учитывая их позиции в отношении Украины и войны? Во-первых, необходимо понимать, что именно в Орбане Трамп видит опору в Восточной Европе в случае своей победы на ноябрьских выборах. Я не уверен, что у Трампа сформировалось видение, как он хочет окончить войну России против Украины. Да, мы слышали и о 24 часах, но это все риторика, понимаете? Это все предвыборная риторика. А у Орбана есть свое понимание окончания этого процесса. Мы очень хорошо знаем. То есть в чем состоит суть его логики? То, что Запад должен перестать помогать Украине вооружением и таким образом позволить агрессору делать то, что он хочет. И почему-то Орбан считает, что это определенные возможности для переговорного процесса. Я думаю, что именно эту точку зрения он будет доводить непосредственно до Трампа. Но мы должны понимать, что Трамп тоже не настолько прост. И мы уже видели его реакции, например, когда было отравление Солсбери. Помним, вроде бы не так много людей пострадало в Великобритании, но тогда Трамп, будучи президентом, крайне активно отреагировал. И высылка была российских дипломатов. То есть на самом деле это еще не полностью открытая книга для мира. И в этом есть определенный эффект неожиданности. Я думаю, что задание Орбана сейчас продавить именно московскую повестку в вопросе окончания войны России против Украины. И именно этим он будет заниматься непосредственно на этой встрече. Но я думаю, что Трампу все-таки важно сохранить влияние Соединенных Штатов в мире. А это можно сделать, помогая и дальше украинскому государству сопротивляться российской агрессии. И таким образом полностью не дать реализировать планы Путина в Украине. Давайте теперь о других европейских лидерах. Февральский саммит лидеров европейских стран в Париже и заявления о возможной отправке войск в Украину взволновали западную прессу. Многие написали о ссоре между президентом Франции и немецким канцлером. По-вашему, действительно ли может быть конфликт между лидерами? И если да, то какие могут быть последствия для Украины? Я не думаю, что там есть непосредственно конфликт, например, личностного характера. Но там есть нестыковка стратегического характера, тактического характера. На самом деле мы знаем такую извечную конкуренцию официального Берлина и официального Парижа. И с точки зрения поддержки Украины в войне, на самом деле мы видим, что Германия то, она говорит меньшее, она осторожнюющее в заявлениях. Но тем не менее она вышла на вторую позицию по общей поддержке, которая сейчас финансово предоставляется. Это и оборонительная поддержка, это и финансирование нашего госбюджета, и в вопросе восстановления. А Франция, она более выделяется своими проактивными заявлениями. И у Шольца даже есть определенное недовольство. Как же так? Франция там выделяет меньше одного процента от собственного ВВП в поддержке Украине. А все шишки почему-то летят на Берлин. По вопросу, например, тех же Таурус. Но тем не менее, я думаю, что вот это противостояние, концептуальное противостояние, на самом деле оно даже где-то в Украине будет и позитивно с той точки зрения, что мы можем сегодня как и у Франции, так и у Германии взять лучшее. Взять лучшее на этом противостоянии. И поскольку все равно, понимаете, данные страны Западной Европы, они понимают, что в случае победы Трампа необходимо решать вопрос общеевропейской безопасности. И тут уже будет крайне важный момент, кто станет лидером. И именно сейчас мы видим эту борьбу за лидерство. И я думаю, что обе страны сейчас понимают, что именно защита Украины – это неотъемлемый аспект вот этого будущего лидерства в вопросе безопасности в Европе. Вот по поводу шишек на Берлин, как вы сказали, конечная цель Шольца – согласие Украины на мирные переговоры. Причем лучше раньше, чем позже. Это написало политику. Мол, такой вывод они сделали из нежелания канцлера Германии идти в Абанк ради Украины и передать те же Таурусы. Журналисты считают, что на руку немцам в этом случае играет и затягивание помощи от США. Как можете прокомментировать такое мнение? Оно существует, действительно. И оно подживливается тем, что канцлер Шольц часто действует недостаточно проактивно, несмотря на ту позицию, которую сейчас занимает Германия. Поэтому и он получает много критики со стороны членов его же правительства и того же господина Писториуса и Аналены Бербак, и в Бундестаге, мы знаем, очень серьезно его критикуют именно на этот счет. И поэтому, да, может сложиться мнение, якобы где-то господин Шольц и таким образом делает шаги к ускоренным мирным переговорам, якобы мирным переговорам с Российской Федерацией. Я все-таки считаю, немножко ситуация не такая, поскольку стратегия усадить Украину как можно быстрее за стол с Российской Федерацией больше похожа сейчас опять-таки тот же Орбан, тот же Фитца, ну я думаю и Эрдоган там же, а Шольц просто он сейчас боится обозлить Российскую Федерацию, поскольку у самого Шольца на столе лежит план инвазии Российской Федерации против стран НАТО, где прямо есть вот этот сценарий, когда Россия дойдет непосредственно до Германии. И он просто, он сейчас осторожничает, осторожничает, поскольку любой его шаг может спровоцировать не те действия Российской Федерации, как он считает, которые бы были полезны немецкому государству. Но в то же время, в то же время, нужно понимать, происходит трансформация понимания Шольца и российской угрозы и необходимости усиления поддержки Украины. Поэтому я думаю, что в этом вопросе нам нужно еще немножко времени обговорить этот вопрос с Шольцем и все-таки немножко позднее, но он даст решение на Таурусы для Украины. Сегодня пройдет видео-встреча между Францией, Украиной, союзниками другими, других стран и генсеком НАТО. На ней, среди прочего, будут рассмотрены пути ускорения поставок и производства снарядов для Украины, в том числе. Как думаете, какие еще вопросы могут обсудить на этой встрече и почему она на данном этапе очень важна? Ну, кроме, соответственно, артиллерийских снарядов и вот этой же темы Чехии, о 800 тысяч снарядов, на которые сейчас скидываются ряд европейских стран, это там Германия, Нидерланды, Бельгия, Латвия, если не ошибаюсь. И, ну, очевидно, что эти 800 тысяч снарядов должны оказаться в Украине насколько можно, настолько быстрее, насколько позволяет ситуация. Ну, плюс, конечно же, вопрос сейчас противовоздушной обороны, он никуда не уходит, Российская Федерация меняет свою тактику и, соответственно, и союзники Украины должны реагировать на эти вещи, но не только действовать реакционно, но и усиливать противовоздушную систему Украины, будучи на шаг впереди. Конечно же, сейчас вопрос продолжает быть актуальным касательно авиационной коалиции. Я думаю, что все эти вопросы... Ну, на самом деле, вот Макрон, он сейчас пытается дать определенное второе дыхание, второе дыхание странам, поскольку мы видим, что происходят определенные задержки и в рамках коалиции Рамштайн, это действительно происходит из-за определенных проблем в лидерстве Соединенных Штатов. И поэтому Макрон сейчас показывает, что можно немножко другие форматы использовать, но в то же время, что сейчас фактически предлагают поставить производителей военно-промышленного комплекса европейских стран на военные рельсы. А это как раз говорит о том, что продукции соответствующие будет больше, и она будет доходить быстрее, поскольку будут оптимизированы и логистические маршруты. Поэтому, да, такие сейчас коммуникации очень важны для нас. Вот как раз Франция организовала эту видео-встречу, и как мы уже говорили, что в последнее время много Макрон говорит, заявлений громких делает. А можно ли говорить, что именно он становится европейским лидером в вопросе Украины? Ну, он пытается себя таким позиционировать, но опять-таки давайте говорить максимально объективно. Помощь непосредственно Франции пока еще недостаточно для того, чтобы говорить о таком непременном лидерстве. Я могу там назвать опять-таки и Великобританию, которую можно сейчас назвать таким мощным лидером, и ту же Германию, несмотря на все те события, которые происходят. Но опять-таки и Франция, которая сейчас хочет показать свою силу. И мы видим, что наращивание это происходит очень серьезно. И на самом деле мы понимаем, что идет наращивание не только в передаче оборонительного вооружения, но и наступательного. Например, те же ракеты «Скальп», которые предоставляются Украине уже не первый раз, и которые Франция, кстати, засекретила количество ракет, которые передала Украине, значит, показывает, что поддержка будет только увеличиваться в этом вопросе. Ну, там и «Скальпа», и «Кратали», и других ракет. Поэтому, на самом деле, я думаю, что наше сотрудничество будет только усиливаться. И этому будет, конечно же, способствовать подписанное соглашение о безопасности с Парижем. Хочу спросить еще о Молдове глава Гагаузии, автономного края Молдовы Евгения Гуцул во время поездки в Россию встретилась с Путиным, пожаловалась ему, конечно же, на притеснение со стороны властей Молдовы. Ну и со слов Гуцул российский диктатор пообещал оказать поддержку Гагаузии и народу в отстаивании законных прав, полномочий и позиций на международной арене. В это же время Франция пообещала военную помощь Молдове на фоне слухов о возможном вторжении России. Сегодня стороны подпишут документ во время визита главы Молдовы Майя Санду в Париж. Это будет новое соглашение об оборонном сотрудничестве между странами. О каком именно сотрудничестве может идти речь? И вот то, что заявила лидер Гагаузии, как можете эти слова прокомментировать? Начнем с сотрудничества. Очевидно, вопрос будет касаться как раз тем разведки, тем обмена информацией, ну и, конечно же, технологические вопросы, то есть военно-техническое сотрудничество. Но опять-таки надо помнить, что Молдова является нейтральным государством. Это прописано у нее в Конституции. Но, тем не менее, конечно же, есть сегодня серьезные риски российской инвазии. Россия по состоянию она сейчас совершает гибридную атаку против Молдовы. Мы это уже видели, например, во время так называемого съезда депутатов местных уровней непризнанного Приднестровья. Сейчас запущен второй этап, конечно же, вот этот визит госпожи Гуцул. Поэтому я считаю, что Российская Федерация будет дальше раскачивать ситуацию в Молдове в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в ноябре месяце. И будет дергать именно сначала вот эти нитки Гагаузия автономия, Приднестровье, потом социально-экономическое состояние непосредственно в Молдове. Ну и очевидно показывать, что якобы Майя Санду не может держать ситуацию под контролем. То есть и дальше ситуация будет только накаляться. Но благодаря силам обороны Украины, если говорить о прямой инвазии, о прямом вторжении, этот риск уменьшен очень серьезно, поскольку, как минимум потому, что наши силы уничтожили много больших десантных кораблей. Поэтому сил у Российской Федерации совершить ранее намеченные планы, ну как-то поубавились. Но, тем не менее, я думаю, что такие планы у них все равно существуют, поэтому нужно быть крайне осторожным и всячески помогать Молдове и в том числе с другими партнерами, да, из Франции, которая опять-таки сейчас помогает не только Украине, но и Молдове для того, чтобы сохранить безопасность, насколько это возможно. Протесты фермеров по всей Европе продолжаются. Мы увидели, что было в Варшаве накануне. В ЕС анонсировали уступки, чтобы остановить эти митинги, блокаду границ. И на следующей неделе Еврокомиссия представит новые законодательные предложения, чтобы удовлетворить протестующих фермеров. Какими это могут быть предложения, по-вашему? Я думаю, что, скорее всего, они будут в двух направлениях. Первое – это определенная приостановка действий зеленого курса в вопросе производства аграрной продукции. То, что увеличила себестоимость производства для фермеров. Ну и второй момент – это, возможно, увеличение дотаций. Дотация опять в сельское хозяйство, поскольку мы понимаем, что эта сфера постоянно воюет очень активно, где-то кулуарно, но, тем не менее, за поддержку со стороны Брюсселя. Поэтому вот эти два направления, я думаю, они сейчас наиболее реальны. Вот позиция Украины. Наша страна готова ограничить поставки своей сельхозпродукции в Европу, но при этом призывает Евросоюз ввести санкции на зерно из России и Беларуси. Об этом заявил накануне торговый представитель Украины это раскачка. Ранее такое же предложение об общеевропейских санкциях против российской и белорусской агропродукции озвучивал и премьер Польши. По-вашему, каковы шансы, что ЕС ведет эти ограничения и кто может быть против? Ну, такие ограничения, конечно же, они абсолютно реальны. Плюс, если мы поднимем статистику касательно российской продукции аграрной на европейском рынке, то за прошлый год было ввезено 1,7 миллиона тонн. Это очень серьезная, ну, как по мне, экономическая инвазия Российской Федерации в аграрной сфере на рынок Европейского Союза, и этот вопрос действительно нужно решать, поскольку как-то концептуально странно наблюдать вот эту борьбу, особенно приграничных с Украиной странах, касательно украинской продукции, но в то же время и близко не заикаться о российской продукции. Я, кстати, благодарен нашим балтийским друзьям, которые поднимали этот вопрос и приняли соответствующее решение. Ну, и хорошо, что благодаря украинским журналистам на это обратили внимание, например, в Польше наконец-то, и тоже собираются предлагать определенные шаги для ограничения именно российской продукции. Но украинская продукция, мы же должны понимать, что мы все равно рано или поздно станем полноправными членами Европейского Союза. Но не в наших также целях каким-то образом ломать либо перекраивать аграрный рынок ЕС. Поэтому, опять-таки, мы продаем на рынок Европейского Союза все аграрные продукции не более 10%. То есть все у нас идет на дальний экспорт и так будет и впредь. Поэтому данная ситуация, я думаю, что мы придем к взаимовыгодному соглашению в данном вопросе, но опять-таки Украина понемногу будет увеличивать, конечно же, свое присутствие в европейских магазинах. Но опять-таки это все будет исключительно на позициях рыночной экономики и сбалансированного присутствия европейских производителей в их супермаркетах. Вот по поводу санкций против российского и белорусского зерна, сколько времени может занять принятие этого решения? Это нужно новый пакет санкций или это может быть отдельным решением Евросоюза? Ну, я думаю, это отдельный пакет санкций все-таки будет, но о которой надо обговорить со всеми странами. Фактически, опять-таки, можем на уровне Европейского Совета получить определенное торможение. А той же Венгрии, к примеру, как уже бывало не раз. Но, тем не менее, этот вопрос может решаться, поскольку здесь все-таки превалируют интересы непосредственно европейского агропроизводителя. И давать дальше возможность россиянам зарабатывать там, где могут зарабатывать европейцы, ну, это как-то абсолютно неверно. И даже такие апологеты Москвы, они просто, ну, им придется умыть руки в данной ситуации. Поскольку, опять-таки, они не могут выступать против своих же фермеров. Ну вот, а что касается эффективности санкций, десятки нефтяных танкеров, которые использует Россия, они прекратили ходить под флагами Либерии и Маршаловых островов именно из-за санкций со стороны США. И часть танкерного флота пришлось России перевести под флаги Габбона. Об этом сообщает Reuters. Но при этом Габбон угрожает прогнать нефтяной флот России, если те будут заниматься незаконной деятельностью. Насколько серьезны угрозы Габбона? Ну, пока это заявление для всего мира и для Запада, чтобы не вводить санкции против непосредственно Габбона. Просто мы должны немного понимать контекст. В Габбоне в прошлом году произошел очередной переворот, произошел, смена власти, хунта пришла к власти, как и в ряде других стран африканского континента. И опять-таки там торчали уши Российской Федерации. То есть опять подвинули, грубо говоря, Францию с очередной страны в Африке. Поэтому сейчас нынешняя власть в Габбоне, нельзя сказать, что она пророссийская, но она определенное обязательство имеет перед Москвой. Поэтому я думаю, что как раз в вопросе сейчас танкеров вот как раз и выполняются эти обязательства. Но как раз боязнь введения непосредственно санкций, так как сделали Соединенные Штаты ранее против той же Либерии и так далее, я думаю, что этот вопрос будет выдавливать и дальше тенево-нефтяной флот, ну и требовать, ну фактически вынуждая их менять флаги на этих танкерах, и дальше эта работа продолжится. Это показывает, что не так все легко сейчас в Москве с точки зрения обхода санкций и с точки зрения функционирования ее теневого флота. Спасибо вам большое, Игорь, за ваше время, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. И, конечно же, за ваши ответы. С нами на связи был Игорь Челенко, политолог. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова